Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И снова про розы. Как же без них? Мы уже с вами беседовали иногда на эту тему в разные периоды. Также я проводила в нашем магазине Процветок такую лекцию-консультацию про весенний уход за розами. Ну а сейчас для тех, кто не пришел на встречу со мной, я проведу такую выездную лекцию и обозначу основные моменты, чтобы долго не задерживать ваше внимание, ведь вы так уже много чего знаете. К чему сводится уход за розами весной? Во-первых, уход должен осуществляться, как только сойдет снег. То есть в скорости после того, как мы сняли укрытие, мы будем осматривать наши розы и производить прореживающую обрезку. Затем после того, как сделаем прореживающую обрезку, мы будем делать формирующую обрезку. Чем она отличается? Отличается тем, что санитарная обрезка – это когда мы удаляем все то, что подсохло, то, что не перезимовало, потому что отмерзло, было не сформировано с весны. Ближе покажем. А формирующая обрезка – это основа текущего года и последующих годов. Как будет выглядеть наш куст, мы сейчас хорошо видим. Затем формируются замещающие побеги при правильной формирующей обрезке. И в этом залог успешного цветения. Есть разные типы обрезки. Есть сильная, средняя обрезка, слабая обрезка. И в зависимости от самого куста, от группы, которой принадлежит роза, эти обрезки будут немножко отличаться. Если растение слабое, несколько тоненьких побегов, но они перезимовали, то и обрезка будет щадящая. Значит, мы обрезаем, несмотря на то, что побеги слабые, мы обрезаем первые верхние две почки. И сколько там уже есть, пусть они наращивают и корневую массу, и дополнительные побеги в текущем сезоне. А там мы уже будем с ними работать по-настоящему. Если куст вполне себе перезимовал, мы сначала провели санитарную обрезку, убрали все поврежденное, не перезимовавшее, или поломанное снегом, или кем-нибудь еще. И после этого начинаем формировать. Если взять чайно-гибридные розы и розы флорибунда, то они, обрезка, в принципе, одних и тех же правил можем придерживаться. Это значит, производя сильную обрезку, мы оставляем две-три почки. Если слабая обрезка, то мы оставляем много почек. Почек шесть, пять на побеге. Почка – это там, где прикреплялся лист на этом побеге. Вот здесь, видно, проснулась почка. И вот начинаем отсчитывать. Раз, два, три, четыре, пять. Тут даже и просится что-то такое. И над этой почкой будем обрезать. Всегда обрезаем на наружную почку, потому что почка может находиться и внутрь куста. И обрезаем так, чтобы срез был внутрь куста, а почка находилась кнаружи. Потому что побег, который будет идти, вырастать отсюда, он будет направлен к наружи куста. Нам не надо, чтобы загущался куст. Он будет плохо проветриваться, потом болезни всякие, наши нервы, деньги и все такое дальше. При средней обрезке, когда мы видим, что растение себя чувствует хорошо, но надо немножко его придержать, либо рост, либо надо укоротить цветочный побег, то мы обрезаем и оставляем в зависимости от величины побега, может быть, три, а может быть, пять почек. То есть побег после нашей обрезки может быть при слабой обрезке таким, при средней таким и при сильной обрезке таким. Там будут две почки. Это, как бы, мне кажется, понятно. Затем, если взять чайно-гибридную розу, у нас могут быть свои личные цели и задачи. Что мы хотим от этой чайно-гибридной розы? Мы хотим, чтобы появился в этом сезоне длинный побег с красивым крупным цветком для того, чтобы его срезать и поставить в вазу, подарить. Тогда мы делаем сильную обрезку, и из этого места пойдет вот такой вот большой, мощный, здоровый годичный побег, который закончится пышным цветением. Если у нас просто растет куст розы, который может быть среди вашего розария большого, либо вписан в какую-то цветочную клумбу, и наша задача такая, чтобы получить большой, красивый, цветущий, пышный куст, то тогда мы будем делать слабую обрезку на побегах. Почему? Потому что из каждой этой пазухи пойдут побеги, естественно, заканчивающиеся в основной своей массе цветами. И получится много цветов на кусте. И разница между цветением после сильной обрезки и слабой обрезки может составлять месяц. И если вот прикинуть, что в целом розы так вот в среднем зацветают в конце июня, в начале июля, то можно сделать либо на одном сорте, либо на нескольких сортах, ну, одной группы, я сейчас заостряю внимание, подчеркиваю. Можно сделать так, что цветение получится практически непрерывным. Побег, который после сильной обрезки, он зацветет впервые, а те, которые на коротких обрезках, они будут позже зацветать. Чем выше расположена почка, тем дольше из нее будет развиваться цветонос. Что мы еще должны сделать все непременно весной, кроме вот этих двух форм обрезки, кроме санитарной и формирующей обрезки? Это значит, что мы должны подкормить. Чем мы кормим розы? Розы предпочтительнее кормить, потому что они любят питание, потому что у них почные кусты, они многолетние, очень-очень многолетние. При хорошей посадке, при правильной формировке, розы на одном месте могут расти и 20, и 30 лет, и даже больше. Поэтому до распускания листьев, пока еще почки не лопнули, а только начали раскрываться, мы проводим подкормку аммиачной селитрой. Аммиачная селитра для роз, я считаю, самое выгодное удобрение, потому что действующего вещества азота роза любит, как и всякое растение, на начальном этапе она любит азот. Он содержится в двух формах, аммонийной и нитратной, и доза его общего азота 20-30 где-то процентов. Поэтому мы используем именно аммиачную селитру. Будут ли это перепады температуры, будет теплее, холоднее, этот азот очень хорошо усваивается, еще благодаря тому, что в аммиачной соли, в селитре содержится сера, которая способствует усвоению. То есть все, что пойдет в почву, то будет использовано растением в полной мере. Скорее всего. Чайно-гибридные розы весной очень быстро раскрывают свои почки. И иногда, даже подходя к кустику, мы там с вами увидим, что уже если другие розы, плетистые или флорибунда, они еще только начинают раскрывать почки, то уже от пенечков у чайно-гибридных роз появляются даже такие росточки. Поэтому важно не упустить этот момент от первой весенней такой зарядковой подкормки. Ну, после обрезки и подкормки необходимо всенепременно произвести обработку наших растений, обработку от чего? От различных патогенов. В первую очередь розы страдают различными гнилями. Самая такая неприятная, самая страшная гниль – это черная пятнистость. Но кроме нее есть еще и другие напасти. Не будем сегодня на них очень подробно останавливаться на болезнях, потому что обработка любым фунгицидом, она будет способствовать тому, что вы в любом случае притормозите этих патогенов, которые находятся, как правило, в почве, либо на растительных остатках, либо на необрезанных побегах, либо на прошлогодних листьях, или вы не обрезали, а листья осыпались там. Вот там патогены и будут находиться. Поэтому выгребаем все старое, если оно не удалено с осени, обрезаем побеги все пораженные, хоть чем-либо, и делаем обработку любыми фунгицидами. В первую очередь, конечно же, самый доступный фунгицид – это препараты, содержащие медь, медный купорос, например. Берем, делаем однопроцентный раствор и проливаем или опрыскиваем, или через мелкое сито, или процеживаем и через пульвизатор. Есть медный купорос в жидкой форме, что позволяет быстро его использовать. Не надо там это все размешивать, нагревать, процеживать, чтобы не забился наш опрыскиватель. Ну, и можно обрабатывать железным купоросом. Берем его уже трехпроцентную концентрацию. Это 30 грамм на 10 литров. И таким образом тоже готовим для обработки раствором. Ну, и не забывайте о том, что препараты линейки Профит, они для того и созданы, чтобы избегать нам использования химических препаратов, которые все равно, рано или поздно, мы к ним приходим. Потому что, когда мы пускаем на самоотек наши розы, то может происходить вот такое вот заражение и сохраняясь на остатках, это будет происходить из года в год. А если еще соседи какие-нибудь нерадивые, я имею в виду растения, которые могут являться источником инфекции, как хвойные породы, барбарисы и многие другие просто болеющие растения, сорняки в том числе, они тоже могут быть источником. Поэтому вспоминаем, заходим в магазин, заходим в магазин, который интернет, заходим в магазин, который теперь открыт на улице Кирова в городе Минске, и смотрим эту линейку препаратов Profit. Потому что эти препараты, они уже опробированы и показали хорошие результаты. И можно брать как в сухом виде и разбавлять, самим делать растворы, но для меня это морочно. Можно в сухом виде, в соответствии с инструкцией, вносить непосредственно в почву, а можно покупать жидкие формы. Сюда мы будем относить к этим препаратам, которые будут оберегать здоровье роз. Это и триходерма, поверия, метаризиум. Читаем инструкцию, интересуемся и используем экологически чистые препараты. Поселяясь в почвенной среде, они образуют колонии и развиваются непосредственно сначала в этой зоне в корневой, предотвращая расселение в верхнюю часть, потому что споры находятся в почве после зимовки. И затем, когда кончается пища тут, переходит на соседние грядки, на соседние растения, и таким образом получается правильная, здоровая работа с растениями из почвы. Ну вот и все на первое время про розы. А теперь давайте что-нибудь с вами порежем. Ну вот я разокучила уже давно. Все здесь живое. Было укрыто лапками. Окучена она была на такую высоту. Видно, что все зелененькое осталось. Это следы осенней обрезки. Обрезала, потому что они уже были вызревшие. И теперь я вижу, что можно еще обрезать. При обрезке роз обрезаем над почкой и оставляем 5-8 миллиметров, с тем, чтобы не происходило высыхание побега. Потому что если оставить большой кусочек стебля, то роза не древесневает, как различные древесные культуры, а происходит просто по краю подсыхание. Если мы оставим длины побег, то будет происходить высыхание, 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 а потом может быть и загнивание даже. Инструмент должен быть у вас острый, тот, который вам удобен. Периодически надо его протирать, промывать с тем, чтобы не занести инфекцию. И после того, как мы тут все подкормили, подрыхлили, можно вносить в канавку, можно вносить россыпью удобрение. Под один кустик грамм 20-30 аммиачной селитры в весенний период. И можно уже после того, как стает снег, в принципе, вносить и начинают раскрываться почки. Теперь работать с чайно-гибридными розами. Вот видите, уже пошел, начали раскрываться листики. А если бы это был куст большой, с многочисленными побегами, то было бы уже трудно и работать, потому что можно их надламывать. Иногда вот отсюда, из места прививки, идет прямо вот уже пучок такой раскрывается побегов. Скорее всего, ну вот раскрывшийся почек, скорее всего, они будут глухими цветочными побегами. И потому что тут они сохранились, так при земле и быстро тронулись в рост, затем они будут отнимать жизненную энергию у других побегов. И если вот в этой зоне у вас появляются такие побеги, вы их можете после того, как они отрастут на сантиметров 10, вырезать. Они вам не нужны, они никакой роли не сыграют в дальнейшем. Все равно их удалять потом либо при летней обрезке, либо при осенней обрезке. Поэтому мы их убираем, и можно использовать для размножения. Другие обработки, подкормки, это уже будет в летний период, когда розы начнут закладывать бутоны. Давайте посмотрим теперь, что сделать с полуплетистой розой. Эта роза полуплетистая, и она была уложена, подвязана. Видно, что вот эти вот побеги, они освободились от земли. И давайте я ее расправлю, чтобы она уже смотрела в стороны, так как она будет расти в течение сезона. И что я вижу? Я вот замечаю, что на этих побегах наблюдаются почки. А здесь нету тургора. Даже похоже на то, что этот тургор пропал еще в осенний период, потому что вот остались такие следы живого усыхания. Давайте попробуем проверить, а что с ней произошло. И вот она, я чувствую, болтается. Не будем ждать чудес. Возможно, где-то там, под корой, что-то где-то и живет. Но зачем оно мне будет жить? Чего я на него буду дуть? Поэтому я удаляю этот побег, вырезаю его с того места, где он надломился. Да, кара здесь живая еще, но держась вот на этой тоненькой стеночке, толку с него не будет. Надо быть аккуратнее при работе с розами такими красивыми. Теперь видим, какие последствия зимы. Это было не вызревшее, оно подмерзло. Естественно, мы его будем удалять. А надо ли мне сохранять вот этот побег? Потому что удалив этот, тут как бы получается такой фенечек. Ну и что? И хорошо. Он не мешает, он никого не перекрывает. Что делать с этим побегом? Убираю сухие листья, убираю что-то здесь тоже старое. Отрезаю подсохшие. Срез хороший. Здесь побег тоже зеленый. Но я вижу, что почки здесь, они плохо развиваются. Да, они может быть где-нибудь там в июне месяце начнут отрастать, но толку с них не будет. Поэтому вот уже на этом побеге я отсчитываю 5 почек. Раз, два, три, четыре, пять. И это меня устраивает. Почка внешняя смотрит туда. Я делаю надрез и все. Оставлять какой этот побег? Ну, давайте точно такой, чтобы куст был выровненный. Раз, два, три, четыре, пять. Можете сильно не считать, может просто ориентироваться на предыдущий. И над почкой, которая смотрит кнаружи, где она, вот ее не оказывается, не оказывается, вот она где-то здесь показывается. Обрезаем. Так же поступаем с этими. Подсохшие, подсохшие. Если я его распрямлю, что здесь будет не так с ним? В принципе, все будет так, но зачем его пускать внутрь, над второй почкой, которая все-таки кнаружи будет, я сделаю такой надрез. Этот я тоже немножко укорачиваю на внешнюю почку. Здесь тоже что-то происходит не то. Ищу внешнюю почку и и вот она будет здесь. Укорачиваю. Выравниваем высоту. Обрезаем. Переходим к следующей ветке. Не выдержали хвостики. Укорачиваем. 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 Удаляем остатки листьев. Этот мы совсем обрежем и этот обрежем, потому что он нездоровый. Все. Теперь у нас получился такой вот аккуратненький кустик. Надо ли этот, который вовнутрь идет? В принципе, здесь перекрытие не получится и пусть он в этом году выпустит отсюда цветоносы, который нас порадует. Ну и не забывайте про то, что вот про эти средства защиты я вам сейчас наиву показываю. Здесь сухая сенная палочка, культуральная жидкость нанесена на циолит. Готовим раствор, возимся. Либо то, что вот крайне удобно, есть объемы гораздо поменьше. Здесь литровые, есть меньше объемы. Перед употреблением взбалтываем и на такой куст нам хватит разбавить 10 миллилитров на литр и этим количеством опрыскать не только его, а и стальные кустики роз. И в этом сезоне они должны быть здоровые. И вам здоровья, процветания. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok